Если вы хотите узнать, как Evolve Roleplay наезжает на сам PRP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, там уже более 145 участников. Там же есть много всяких вот инструкций, багов, фич, модификаций, там этого всего практически там нету. Но то, что там точно есть, это уведомления о видеороликах каждый день в 20.00, а также инсайдерская информация по поводу моего канала и всех прочих вещей. Итак, давайте начнем без долгих предысторий, без долгих предусловий и вот всего-всего прочего. Сразу же перейдем вот в зону, так сказать, боевых действий. Дело в том, что не так давно сам PRPN закрыли свой сервер Reborn, а точнее переименовали его в Classic. Ну, то есть, так сказать, условно его переименовали в Classic. По сути, это тот же самый Reborn, только теперь это, знаете ли, сервер под названием Classic. И вроде как там вот все это должно уже быть нормально. У меня об этом даже уже был, знаете ли, отдельный ролик на моем вот этом вот канале. Можете его посмотреть, если вам все это так будет интересно, то есть, там вот подробно обо всем этом рассказывается. И вы вот сможете обо всем этом узнать. А там переименовывание Reborn в Classic, а там, не знаю, переносы аккаунтов, не переносы аккаунтов. А все вот это прочее, вся эта информация есть на моем канале в открытом доступе. Можете прямо сейчас зайти и все это активнейшим образом посмотреть. Но, неважно. В общем-то, во время всего вот этого вот вара этих самых гетто-тащеров с Evolve Roleplay и с Sump RP, в общем-то, Sump RP открыли перенос с любого сервера Evolve, у них их, насколько я знаю, три, на сервер Classic на Sump RP. Для того, чтобы, ну, разумеется, поднять онлайн вот этого самого сервера. Потому что, ну, Classic, это, насколько я понимаю, самый отстающий по онлайну GTA Sump RP сервер на проекте Sump RP. Поэтому, разумеется, типа, это логичное решение. Так делали когда-то Sump RP, они, типа, ой, так делали когда-то Evolve Roleplay, они перетягивали игроков с Sump RP на Evolve Roleplay путем того, что они там, знаете ли, какие-то аккаунты переносили полностью статистику прокачанную, то есть нужно было им только вот это вот все скинуть, они там перенесут вам всю статистику, все вообще сделают по красоте, и будете, вы знаете ли, там в шоколаде играть со всеми этими толпами, просто ордами читеров под эгидой какого-нибудь там, я не знаю, Кахановского и прочих там вот этих Evolve Roleplay ютуберов. Но, ладно, мы сейчас говорим немного не об этом. Так вот, открылся как раз-таки вот этот вот перенос во время всего вот этого, знаете, левара между Evolve Roleplay и Sump Roleplay, то есть все это открылось, все это успешно работает, то есть можно успешно даже, по-моему, сейчас перенести аккаунт с любого сервера Evolve, что я вам как бы настоятельно рекомендую сделать, на сервер Classic на Sumprp. Очень много слова на, но тем не менее в данном контексте это нужно, это не тавтология, это важные вещи, скажем прямо вам. Так вот, дело еще вот в чем. После того, как Sumprp объявили о том, что они будут переносить аккаунты с любого сервера Evolve Roleplay на Sumprp Classic, то сразу же там практически вот после всего этого, Андрей Рыжаков, это PR-менеджер Evolve Roleplay, который там, знаете, работает с ютуберами, который занимается там всякими вот этими переносами, допустим, аккаунтов с Sumprp на какой-нибудь там из серверов Evolve Roleplay, в общем-то он написал следующий пост, типа, зачем открывать переносы на Classic, когда можно запустить армию ботов, для того, чтобы получить бабки за промокод во время бонусов. Аплодирую стоя. Любыми путями для галочки поднимаем циферку в общем защите проектов, а поднялись с колен так держать. Разумеется, понятно, для чего он все это пишет, знаете ли, в нем взыграла такая жалкость за то, что, ну вот вроде бы как он PR-менеджер, он должен поднимать проект, чтобы на проекте все было нормально, чтобы на проекте все было круто, а по итогу сам Прп, который просто открывает переносы, обгоняет Evolve Roleplay в общем мониторинге онлайн, и разумеется, он все это терпеть не хочет. Так вот, опубликовал он этот скриншот, на скриншоте, чтобы вы понимали, ну, я не знаю, человек, наверное, 10, 15, 20, в лучшем случае, если наберется, то уже хорошо будет, и в общем-то, человек, то есть Андрей Рыжаков, PR-менеджер, оперирует это тем, что, мол, сам Прп накручивает онлайн. Как он это вообще понял, с чего он, ну, то есть, ну, не то, чтобы он это прям, знаете ли, оперирует, но вот говорит, что можно запустить армию ботов. Он не утверждает, кто это запускает, но, типа, подразумевается так, что, типа, ну, сам Прп, разумеется, а зачем вам что-то делать, зачем вам стараться, если вы просто можете, знаете ли, запустить армию ботов. И, в общем-то, прикрепляет вот этот вот весь свой скриншот, и после всего этого, после того, как ему, видимо, в комментариях все это, знаете ли, предъявили, за этот его токсичный, жалочный пост, он его, по всей видимости, удалил, потому что, ну, типа, а зачем ему все это терпеть? Наверное, он сам понял, что был неправ, что он просто, я не знаю, опубликовал какую-то хуйню на спавне, действительно стоят, там, я не знаю, человек 15-20, то есть онлайн на проекте сам Прп, там, я не знаю, больше трех тысяч, скажем так, а на спавне стоят 20 каких-то, я не знаю, АФКшников, которые непонятно вообще, кто сюда запустил, я уверен, что если в репорт пожаловаться, то их всех тикнет, но, типа, серьезно, и он вот этот вот скриншот оперирует им, как чем-то таким, знаете ли, я не знаю, как будто бы это, ну, пруфы всего того, что вот сам Прп, посмотрите на них, они накручивают онлайн, а вот мы, Evolve Ролиплей, мы ведем честную борьбу. Посты удалять, как говорится, не аккаунты с сам Прп на Evolve переносить, ну, сами понимаете. Да, честную борьбу же вы ведете, да, там, знаете, когда Максим Кутрявцев говорил, восстановим старую атмосферу сам Прп, а по итогу, ну, никакой старой атмосферы там не было, просто люди зарабатывают деньги, как бы, ну, это тоже надо уметь, я согласен, но, тем не менее, когда ты обещаешь одно, а делаешь другое, то как это вообще называется? Как бы, ну, тем более, ну, я понимаю, ты вот хочешь что-то сказать, какую-то желчь вылить, ну, сделай ты отдельный ролик про сам Прп Андрей Рыжаков, ну, чё такое-то, в самом деле? На страничке ВКонтакте какие-то посты, которые ты потом удаляешь, зачем всё это делать? Я вообще придерживаюсь такого, что если что-то попало в интернет, то всё, оно там остаётся навсегда. Какой смысл что-то удалять, что-то делать, для того, чтобы потом, впоследствии, обо всём этом написал, типа, самповское издание, вот это желтушное, для чего всё это делать, чего Андрей Рыжаков тем сам добился, я не понимаю, наверное, только, знаете ли, высказался, да и всё. Ну, типа, забавно. Я не знаю, зачем так как-то желчно реагировать на всё это, в виде честного борьбы. Типа, сам Прп же ничего не говорили, когда вы у них, там, я не знаю, онлайн отжали, да, по факту, когда вот этими всеми переносами своими. Они ж ничего вам не говорили, ничего не говорили. Зачем вы сейчас что-то вот такое подобное делаете? Разумеется, это дело каждого. Говорить, не говорить. Но, типа, когда ты сначала говоришь, предоставляя какие-то мнимые пруфы, а потом ты это всё удаляешь, и, типа, ну, вот как ни в чём не бывало, какой в этом вообще смысл? Ну, типа, ну, Андрей Рыжаков, ну, ты чё, в самом деле? Ну, давай как-то по-нормальному сделаем всё. Я, если честно, не знаю, я не общался с Андреем Рыжаковым, я не знаю, как он там, чё делает, какие дела проворачивает, а чё вообще там такое есть у него, ну, типа, ну, вот это, мне кажется, это не поступок пиара. Я не могу представить, чтобы какой-нибудь, там, знаете, директор Аризоны, СК Мэйсон, там, опубликовал какой-то сервер, который обгонит Аризону, там, если он какой-нибудь АРАДМИРК РМП, допустим, и, типа, прикрепить какой-то скриншот, там, где человек 15 в АФК стоит, и сказать, ой, блядь, АРАДМИРК РМП, вы знаете, запускает ботов. Ну, типа, ну, так разве делается или чё? Я, опять же, я ничего не говорю, критикуй сам ПРП, если ты это хочешь делать, ну, делай это, да и не удаляй посты, блядь. Ну, не удаляй, зачем это делать вообще? Я понимаю, тоже, как бы, право любого человека, но если ты уже сказал это, зачем всё это удаля... Для чего, что вообще со всего этого ты добился? Лично мне непонятно. Однако вы можете высказать своё мнение по данному поводу в комментариях, я всё прочитаю, всё посмотрю, некоторые комментарии, возможно, даже отлайкаю, если они будут больше четырёх слов, и вообще хоть немного содержательны. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, заходите на Аризонер или Плей Феникс по опишечнику в описании, также подписывайтесь на мой телеканал, ссылочка на него также находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока. Записываю данные слова уже после монтажа этого ролика, потому что увидел то, что написал там Андрей Рыжаков. Дело в том, что в лайфсампе я забанен, поэтому не могу там смотреть, что и как вообще происходит, там вообще что там творится на всём этом, знаете ли, в лайфсампе, в этом желтушном издании. В общем-то, дело в том, что Андрей Рыжаков написал, почему он удалил, типа, данный пост. И он, типа, написал следующее. Удалил, потому что начали друг друга грязью поливать, разводить конфликт между игроками не имеет никакого смысла. Дорогой Андрей Рыжаков, с большим уважением отношусь к тебе и к команде всего Evolve Ролиплей. Большие молодцы, что на чужой идее, по факту, зарабатываете огромнейшие деньги. Молодцы. Обеспечиваете ютуберов, обеспечиваете себя деньгами и всем прочим. Нету никаких претензий абсолютно. Но, знаешь ли ты, что под, как бы, постом есть кнопка, вернее, даже у поста есть кнопка, мол, отключить комментарии. И всё. Те комментарии, которые там уже были, они останутся, а новые комментарии написать никто не сможет. И всё. И пост бы остался. Ну, какое-то детское оправдание немного ты вот так не считаешь. Ну, мне кажется, что это выглядит именно как-то так. В любом случае, как бы, твоё дело. Субтитры сделал DimaTorzok